Я передавал Евангелие в городе Кимчон. Не было ни одного человека, который помогал бы мне. Самое сложное – это было питаться. Однажды в автобусе я встретил одного миссионера. Миссионер, по имени Джо Эндерсен. Он сказал, что хочет жить со мной, и мы сняли дом в Кимчоне. Все происходило рукой Господа Бога. Я видел, как Господь Бог ведет меня в благодать, которую я не мог себе представить. Мое личное отношение с Господом Богом всегда мне нравилось. Есть много, о чем я мог свидетельствовать. И также было много, чего я не мог рассказывать другим. Когда я переехал в Тегу и с Кимчоном было очень тяжело. Однако, с какой бы проблемой я не сталкивался, пока Бог был со мной, ничего не было проблемой. Я думал, что и у всех остальных будет то же самое. Но если учить братьев миссионерской школы, очень плохо формируется вера в Бога. Да, все знают прощение грехов. Однако, при решении жизненных проблем, они выбирают человеческий способ. На самом деле, получив спасение, если перейти в жизнь веры, будет очень все хорошо. Но если после того, как человек получает прощение грехов и не входит в жизнь верой, тогда очень сложно приобрести жизнь верой. Причина, по которой христианство сегодня быстро впадает в грех. Джон Уэстлер, он передавал Евангелие с большой верою. В Торонто, в Канаде, есть церковь People Church. И пастор, который служит, это Освальд Джейс Смис. Очень известный пастор. Он передавал Евангелие. Я отправил 450 миссионеров за границу. Однажды, в Канаде, мы проводили семинар, и для семинара мы арендовали помещение церкви. Они сказали, что в воскресенье, днем, они проводят собрание, поэтому мы не можем арендовать. Поэтому мы договорились, что в два часа дня мы арендуем помещение. И с моим сыном мы посетили церковь People Church, которая находилась рядом. И я послушал проповедь той церкви. Поскольку у меня плохой английский язык, я спросил у моего сына, о чем проповедует этот пастор. Очень близко с Евангелием, но не Евангелие. Там есть книги о пасторе Освальд Джейс Смис. Но того духовного, что было раньше, не осталось в церкви. Я читал очень много литературы пастора Освальда. Он был очень хорошим служителем. Прошло не так много времени после его смерти. Но Евангелие ушло. Очень жалко, что церковь разрушается. 30 лет тому назад мне сказали, что спасенная церковь не может существовать дольше 40 лет. Сначала я не понимал, как это. Но 30 лет тому назад я начал бороться с нашими служителями. И действительно я увидел, что спасенная церковь меняется. Даже в нашей церкви очень многое приближается к мирскому. Люди участвуют на собрании. Они жертвуют. Но их сердце не получает руководство от Духа Святого. Они не живут верою. Мы можем увидеть, как многое мирское смешалось в их сердцах. И когда я вижу, я очень расстраиваюсь. Вчера я говорил братьям Месецкой Школы о книге Судей 1 главе. Книга Судей была написана, когда изратяне вошли в Хананскую землю. Когда Иисус Навин захватил Ерихон, Он послал двух саглядатых в Хананскую землю, и сразу местные люди узнали, что это саглядатые. И об этом сообщили царю. И солдаты пришли в дом блудницы Раф, чтобы схватить саглядатых. Но блудница Раф спрятала саглядатых у себя на крыше. Я не знаю, может быть, в то время тоже курили. Но в Корейской Библии написано, что она спрятала их под коноплей. Я, конечно, не знаю. Самое главное, это то, что блудница Раф спрятала саглядатых. Эти люди 40 лет находились в пустыне. Их одежда, их образ жизни полностью отличалась. Поэтому жители Ерихона сразу узнали, что это саглядатые. Если закроют ворота, то невозможно выйти из города. Что удивительно. Это то, что дом блудницы Раф находился на стене. Поэтому по веревке они смогли спуститься и убежать. Затем, когда Иисус Навин хотел захватить Ерихон, то вода Ердания наполнилась. Ей стало очень много воды. Но когда священники, по слову Господа Бога, вошли в Ердан, тогда вода разделилась, и появилась суша. Стена Ерихона была настолько высокая, что невозможно было разрушить. Но когда израильтяне закричали в сторону стены, стена просто разрушилась. Когда я читал Библию, я подумал, Господь, Он хочет действовать и в Хагнамской церкви. Бог и у нас хочет действовать одинаково. Сегодня брат Ким рассказывал, как он передавал Евангелие своему отцу. Я тоже встречался с его отцом. Недолго мы общались. Он пастор большой церкви в городе Хуаччон. Он мне сказал следующее. «Пастор Усупак, я хочу пойти к вам в церковь. Позвольте мне пойти в вашу церковь». Я говорю, приходите. Он говорит, по закону. «Сделайте, чтобы я мог ходить в вашу церковь. Тогда я пойду». То есть он говорит, почему вы так ругаетесь с корейскими церквями? «Я знаю, что вы правы. Но если мы пойдем, будут проблемы, потому что вас называют диретиком. Разрешите эту ситуацию, я сразу пойду к вам». Поэтому не принимал Евангелие. Но его сын, очень хороший сын. Он не сказал, «Ой, даже слушителю он не служит. Как я могу передавать моему отцу Евангелие? Как я старался, чтобы мой отец получил спасение. Так же брат Ким старался, чтобы его отец получил спасение. Недавно он мне отправил сообщение. И мне сказали, что он получил спасение. Я подумал, вот, брат Суон, ты, наверное, счастлив. Я радовался за него. Это была милость от Бога. В мире бы сказали, давай выпьем за это. Но я подумал, может, голову с ним попить? Или сок? Это Евангелие, это удивительная вещь. Однако в нас есть множество мыслей и разных опытов. Хотя все верующие должны верой бежать вперед. Служители должны вести жизнь верой. Однако дьявол создаёт очень многое в наших сердцах. Что, хотя мы получили спасение, нам кажется, что будет опасно, что у нас не получится, что будет трудно. О, я же и так могу жить без этого. И поэтому практическое отношение с Господом Иисусом мы не имеем. Бог вывел израильский народ из Египта и хотел их ввести в Хананскую землю. Было 12 цеглядатых. Кроме Иисуса Навина и Халев, во все сказали, что там живут великаны, поэтому мы погибнем, если войнем в Хананскую землю. Поэтому Господь сделал, чтобы еще 40 лет они находились в пустыне. И все поколение умерло. И только следующее поколение смогло ввести в Хананскую землю. Когда они захватили Ерихон, это было удивительно. Если мы смотрим, что Бог защитил сеглядатых, Он разрушил стену Ерихона и также высушил воду, тогда вере нужно идти вперед дальше. Но они сами хотели защитить себя. О, там много великанов, если мы пойдем, мы погибнем. Да, такая мысль может прийти. Но ведь Бог живой. Когда у них появляется такая вера, когда верою в Бога они делают шаг, Бог действует. Я также в моей жизни делал множество подобных шагов. Духовная жизнь, она не происходит сама по себе. Когда мы верою в Бога идем, да, есть трудности, есть проблемы. Когда был суд надо мною, я знал, что прокуратура подделала документы. И также ко мне приходили мысли, что меня могут посадить в темницу. Но Бог говорит, ни о чем не переживайте. Не бойтесь. Я же пастор. Если Бог говорит, не бояться, значит, не надо бояться. Однако появляется страх. Появляются переживания. Знаете, что я делал? Братья, давайте будем радоваться. Бог говорит радоваться. Ха-ха-ха. Я так и поступил. Да, были переживания. Пускай переживания будут. Но если Бог говорит радоваться, значит, надо радоваться. Но когда есть переживания, я не могу радоваться. Но если Бог говорит радоваться, надо радоваться. Я сказал, давайте ха-ха-ха. И тогда сердце братьев начало меняться. Бог начал действовать. Дьявол дает нам переживания, дает нам соблазны. И мы оставляем на потом жизнь по вере. И с чем мы больше откладываем, знаете, что происходит? Постепенно дьявол начинает приручать нас. Поэтому мы перестаем идти верою. Давным-давно, когда я проводил семинар в Лос-Анджелесе, мы арендовали помещение университета Юси-Эл-Эй. Я отправил миссионеров в Америку, а миссионеры все стали американцами. Хотят заботиться о себе, жить спокойной жизнью. Я соврал всех служителей и сказал, я приготовил одну программу. Кто хочет участвовать, пожалуйста, подайте заявку. Я отправлю только 10 человек. Никто сначала не поднимал руку. Поскольку все молчали, я записал одно имя, потом второе имя. Когда пять человек подняли руку, тогда все захотели вдруг. Я сказал, только 10 человек. Я вас отправляю в путешествие по вере без денег. В город, в котором вы никогда не были. Купите билет на автобус только в одну сторону. И с супругой езжайте вместе и проживите там месяц. Я подумал, что неделю они смогут прожить и без веры. А вот месяц сложновато без веры жить. Поэтому я отправил десятерых. Потом закончился семинар. И я на следующий семинар поехал в Америку. И свидетельство всех десятих служителей было прекрасным. Пока они без ничего находились в этом городе и общались. Они видели, как Бог спасает людей. Как Бог приготовил для них пищу. Как дал место для ночлега. Как Дух Святой действует. За месяц они смогли передать Евангелие Божие, чем за все свое служение в Америке. Это было прекрасное время. Я был благодарен. Особенно старший брат пресс-фиктора Уйонг-Чин, пастор Уйонг-Чин. Он полностью изменился. Брат Уйонг-Чин, он на тот момент служил на Гавайях. Поскольку там острова, он поехал по путешествия по вере без денег в другой остров. Там некому было смотреть за детьми. Поэтому 7-летняя дочь, 5-летняя и 3-летняя дочь. Что интересно, у моей старшей сестры было трое сыновей. У моей младшей сестры родились 3 дочери. И потом сын родился. Также и у них детей. У пресс-фиктора Уйонг-Чин только дочери. А у старшего только сыновья. И у брата Уйонг-Чин тоже трое дочерей. На тот момент было старше 7, младше 5 и самые младше 3. Никто не мог смотреть за детьми. Поэтому с детьми они поехали на другой остров. И пока они там прожили целый месяц, брат Уйонг-Чин говорит, «Веря всемогущего Господа Бога, с утра до вечера он находился в переживании, думал, где он будет ночевать. А трое дочерей его, они верят в отца и очень свободно себя чувствуют. Они гуляют с местными детьми, потом, когда родители говорят, «Давайте пойдем», тогда они идут. Детям очень понравилось путешествовать по вере. Всегда поднимают руку. Тогда автомобили останавливаются и спрашивают, «Куда вас довезти?» Родители говорят, «Простите, наши дети просто подняли руку». И так поменял душу пастор Уйонг-Чин. С того момента Бог начал действовать его жизнь, его слушание. Брат Уйонг-Чин купил в Германии семиэтажное здание, но в Германии очень высокие проценты в банке. В Корейше проценты в банках очень низкие, поэтому некоторые слушатели сняли 300 тысяч, 200 тысяч долларов и отправили в Германию. Но поскольку там не могли даже закрыть эти проценты, поэтому некоторые корейские церкви собрали деньги и покрыли долг. хотя во Франкфурте есть семиэтажное здание. Однажды он отправился в путешествие по вере без денег по Франкфурту и не один, а взял с собой 25 человек. Представляете, 25 человек во Франкфурте путешествуют без денег 40 дней. Невозможно представить. Но начинали 25 человек, когда заканчивалось, их стало 40 человек. Каждый вечер Бог давал ночлег, давал пищу. Один брат пошел в магазин, чтобы купить хлеб. Он попросил хлеб, но у него не было денег, чтобы заплатить за хлеб. Брат сказал, вот я очень голодный, но у меня не хватает немножко денег. Дайте, пожалуйста, хлеб на эти деньги. Но немцы очень принципиальны. Они сказали, нет. Почему? У нас есть предказ о том, что нельзя делать скидки ни в коем случае. Я же не могу сделать скидку для тебя. Как я буду тогда перед хозяина? Но я очень голодный, я целый день голодал сегодня. Это твои проблемы. Я не могу против наших правил пойти сделать скидку тебе. И так они ругались. Но потом сотрудник сказал, давай я тебе задам вопрос. Конечно. Ты можешь подождать полчаса? А зачем? Через полчаса я тебе дам хлеб бесплатно. Так если через полчаса ты можешь дать бесплатно, почему сейчас нельзя делать скидку? Сейчас нельзя. Почему? У нас есть устав работы. Конечно, ты хочешь хлеба, но у нас есть устав. И по уставу во время рабочего дня нельзя делать скидку. Я же не могу идти против нашего устава и сделать тебе скидку. А что будет через полчаса? Я дам тебе хлеб бесплатно. А почему сейчас нельзя? Почему через полчаса можно? Ну, устав такой. Да что за устав такой? И сказал сотрудник. Через полчаса мы закрываемся. А мы не продаем хлеб дольше одного дня. Все это мы выбросим. Можешь собрать все. Правда? С чего мне обманывать тебе? Надо было сразу сказать иногда об этом. И через полчаса он взял весь хлеб. Можно завтра я приду? Конечно. Я и тебе могу дать хлеб. И каждый вечер он брал дорогой хлеб бесплатно. И таким образом питание 25 человек разрешилось сразу. Они видели, как Господь, Бог, помогает каждую минуту. Бог смотрит на ваше сердце. Действительно, ты веришь, что я Бог? Веришь ли ты, что я помогу тебе? Веришь ли ты, что я буду вести тебя? Но дьявол, наоборот, действует, чтобы мы не поверили в Бога. Жить в Ханане, конечно, израильскому народу нравится. Да, если они вынуждены воюют, тогда не будут воевать. Но сами не хотят начинать воевать. Для них это тоже бремя. Бог говорит, прогоните. Иначе все смешается. Тогда начнут поклоняться иным богам. А израильские тогда погибнут и получат проклятие. Когда мы читаем Библию, что израильский народ, что Гагнамская церковь идут в одно направление. Сначала все им хорошо. Получив прощение грехов, радуются и веселятся. Они счастливы. Они попадут в Царство Небесное, поэтому они рады. Но Бог хочет, чтобы мы верили в Бога. И даже если чувствуем бремя, если мы хотим сделать шаг, Садна мешает. Говорит, у тебя же нет веры. Неужели это получится? Да быть такого не может. О, не получится. Знаете, что говорят братья Мессельской школы? Это что, сейчас надо делать? Можно же потом. Когда я попаду в место для служения, там уже буду делать. И сейчас пропускают. Но если один раз пропустить, тогда следующий раз будет сложнее. Есть те, которые 10-20 лет живут. Они служат, но поступают по-человечески, а не по вере. Отправляем миссионеров. А они собирают студентов и дают им комнату. И за эти деньги хотят жить. Конечно, я не говорю, что это плохо. Но жизнь людей, которые не ведут духовную жизнь, они идут в эту сторону. Они ведь пошли Евангелие передать, а не для того, чтобы комнату сдавать. Если нечем питаться, тогда просто не питайтесь. Ведь Бог обязательно помогает нам. Я много раз говорил, когда у меня болело сердце, когда у меня были проблемы, я знал, что верой можно это решить. И когда попробовал, хотя у меня были проблемы с желудком, но за 24 часа Бог исцелил меня. Я чуть ли не умер из-за сердца, но я увидел, как Бог излечил меня. И тогда постепенно вера складывается в моем сердце. У меня была вера, что братик Мичуан будет жить. И когда служитель нам умирал, я мог сказать, что он будет жить. Когда Иоанна ужарил Скорпион, я мог сказать, что надейся на Господа, тогда Бог обновит тебе силы. После спасения. Не просто, знаете, формально ходить в церковь. Дьявол разрушает наше горячее сердце, которое у нас появляется после спасения. Мы должны верить в живого Бога, который действует в нашей жизни. Однако мы же, если мы встречаем бремя, мы хотим сами защитить себя. Поэтому начинаем прятаться от бремени. А чем мы больше прячемся, мы оставляем веру на потом. И чем дольше мы оставляем это на потом, мы живем не верою, а по-человечески. Мой отец уже почил, но был один инцидент, который я не могу забыть. Мой старший брат поехал работать в Японию, поэтому его не было рядом. Друзья старшего брата пришли ко мне, чтобы помочь провести похорону отца. Поскольку на тот момент не было брата, я должен был нести всю ответственность. Друзья брата сказали, давай будем готовиться к похоронам. Они спросили, сколько нужно свинины? Я спросил, а как будет лучше? Сказали, минимум нужно вот столько. Я сказал, хорошо. Потом спросили, а сколько нужно алкоголи? Я спросил, а сколько надо? Но минимум вот столько-то нужно. Я сказал, хорошо. Хорошо. Мы все уже обсудили. Теперь мне нужно дать им деньги. Я должен был дать им денег. Однако на тот момент у меня не было ни копейки. Я начал молиться. Но на следующий день мне нужно было приготовить деньги. Братья и сестры пришли из церкви Тегу, услышав о том, что мой отец умер. И одна сестра передала мне одно письмо. Это письмо было из Германии. Человек, которого я никогда не встречал, отправил мне письмо. Там было написано «Уважаемый пастор Ксупак». Я случайно услышала проповедь вашу через кассету. Я получила большую милость. И у меня появилось сердце. Как раз у меня появились некоторые деньги. Хотя их не так много, но используйте на ваши нужды. И я отправил одну купюру в марках. Я был так благодарен. Когда в банке я поменял эти деньги, это была та сумма, которая была нужна для того, чтобы подготовиться к похоронам. Каждый раз, когда я находился в крайней ситуации, Бог помогал своей рукою. Знаете, когда эта сестра мне отправила письмо? Месяц тому назад. Но Бог знал, что у меня будет нужда. Месяц тому назад, поэтому дал сердце ей, чтобы отправить деньги. На следующий день пришел мой старший брат. И все это делал я передал моему старшему брату. Когда я размышляю об этом, Бог действительно живет во мне. Тогда неужели Он только во мне живет? Нет. И у брата Ли. И у сестры Ким. Понимаете ли вы это? У всех спасенных Бог хочет действовать. Если тебе тяжело, Бог говорит, не переживай. Спроси у меня. Проси у меня. И веруй, что получишь. И тогда дано будет вам. Почему это тяжело, скажите? Что здесь сложного, скажите? Почему вы так не живете? Нужно жить такой жизнью, тогда у вас будет жизнь веры. А вы думаете, а если Бог не даст? А если Бог не поможет? Да, совершенно верно. Когда мы верим в Иисуса, у нас всегда будет такая борьба. Брать твой будет жить. Встань, возьми постель твою и ходи. Пойди в купальню с селами и умойся. Тогда будет дьяния. Послушай моих слов. Но дьявол дает сердце, которое говорит нам, что не получится. Мы получили прощение грехов. Но не делаем шаг веры вперед. Из-за того, что мы не делаем шаг веры вперед, Бог ведь не только очистил наш грех. Он через нас хочет явить свою славу. Хочет спасти многих людей. Хочет вести нашу жизнь. Хочет получить славу. Все это хочет совершить Бог. Когда изратьяне зашли в хананскую землю, если бы они сами могли победить всех жителей Ханана, тогда им не нужно верить в Бога. Они не могли победить жителей Ханана. Но поскольку Бог с ними, Бог говорит, «Войди, я буду действовать, я дам победу». Когда Иисус Навин хотел захватить Ерихон, Саградат их сразу могли разрешить, потому что они были иностранцами. «О, два иностранца пришли к нам». Об этом сразу доложили царю Ерихона. Царь отправляет солдат в дом блуденцев. Но она пошла на крышу и спрятала двух солдат под коноплей. И говорит, «Ой, что случилось? Уже мы закрыты. Открой дверь!» Два Саградат их, которые находились на кровле, они говорят, «Господи, спасибо тебе». Эта женщина ведь впервые нас видит, но она спрятала нас. Солдаты говорят, «Где они?» Но они говорили между собой что-то. Потом спросили, когда закрываются ворота, и потом побежали. «Гонитесь». Солдаты побежали и закрыли ворота. Женщина пришла и сказала, «Как я спасла вам жизнь, так и вы спасите меня и дом моего отца. Дайте мне знак». Соградатые думали про себя. Откуда взялась эта мудрая женщина? И один из Соградатых — это кто? Как его звали? Оба они были сильно вдохновлены. Как эта женщина могла помочь нам? И они сказали. Может быть, они подумали, как эта женщина могла стать блудницей. Полностью полюбили ее. Конечно, неизвестно, как эта женщина стала блудницей. Но она такая драгоценная. Такая мудрая. У нее есть вера. Однажды я подумал. Салмон говорит своему отцу, «Отец, я хочу жениться». «Ой, правда?» «Тебе пора». «А с кем ты хочешь жениться?» «Какая у нее профессия?» «Она учительница школы?» Или она работает с цветами? Или она медсестра? Нет, она блудница. «Сынок, но ты никогда так не поступал глупо. Скажи, почему именно блудница? Ведь есть многие женщины». Салмон говорит, «Отец, я знал, что ты будешь переживать. Но эта женщина, хотя блудница, но она спасла мне жизнь. Она, рискуя своей жизнью ради меня, она спасла меня. Я очень люблю эту женщину. Отец, я не люблю ее плоть, я люблю ее сердце. Дай, пожалуйста, благословение свое. Я хочу жениться с этой женщиной. «Сынок, когда-нибудь скажи, я противился твоим мнениям? Ты был всегда рассудительным, поэтому я всегда не противился тебе. Но ты говоришь блудница, и как-то меня немного это отталкивает. Отец, я знаю, что для тебя сложно принять это. Но я видел многих женщин. Есть красивые, есть добрые, есть разные женщины. Но я хочу жениться с этой женщиной. Она является той, которая спасла мне жизнь. И она мудрая женщина. То, что она могла спасти меня, зная, что может погибнуть. Если бы солдаты пришли и проверяли бы дом, нас могли убить. Не внешностью, а сердцем они стали едиными. Рав и Салмон стали единым сердцем. По положению, они, конечно, не подходят друг к другу. Но любовью они преодолели все преграды, и потом родился через них царь Давид. Наш Господь Иисус умер на кресте за всех вас. Бог хочет найти одно сердце в каждом из вас. Хотя нет никаких видимых доказательств, но Бог хочет, чтобы мы верили в Него. Если мы уповаем на Небо и делаем шаг, Бог обещает, что превратит нас в своих людей. Мы верим, что получили прощение грехов. Однако не ведем жизнь по вере. Если мы стоим на месте, это значит, что не верим в Бога. Поэтому Бог не может действовать в вас. Когда Иоанна ужалил скорпион и умирал, я с ним общался 15-20 минут. И когда Иоанн перенес свое сердце в сторону Господа Бога и поверил, молодой человек, которого обжалил скорпион, смог выжить. С чем бы вы ни встретились, хотя по-человечески кажется, что невозможно, сложно и не получится, но когда у нас будет вера в Бога, Бог будет действовать. И не ваши силы, не вашими деньгами, хотя у вас ничего нет, но если вы верите, что Бог будет помогать, тогда вы сможете сделать то, что могут сделать тысячи долларов, десять тысяч долларов. Ходить на собрания важно, но не пытайтесь защитить сами себя, обманываясь сатаною. Когда вы веруете в Господа Бога и делаете шаг вперед, я верю, что с того момента Бог будет действовать в вашей жизни. Как это удивительно! Мы проводили интервью с одним телевидением из Америки. Основатель телевидения сказал, что хочет встретиться со мною. И вчера в 10 часов дня мы встретились через видео. Он руководит телевидением, которое популярно среди темнокожих в Америке. И он сказал, давайте работать вместе. Я сказал, хорошо. И мы договорились, что буду транслировать мои проповеди. И я попросил транслировать воскресное слово. Потом я сказал, давайте будем транслировать хор Грачас. Я рассказал про хор Грачас. Они в 2009 году победили на конкурсе, который проходил на острове Чичу. Потом в 2010 году в Пусане. В 2014 году они заняли первое место в конкурсе хоров в Италии. Потом заняли первое место в конкурсе смешанного хора. В 2015 году они заняли первое место в немецком городе Марк Обердорф. Ни в каких конкурсах они не занимали второго места. Он удивился. И я спросил, неужели вы не знаете про хор Грачас? И я сказал, что мы предоставим музыку хора Грачас. Он так радовался. Вчера я позвонил и попросил отправить видеозаписи. Тот же были благодарны. Мы договорились, что будем дальше работать. Я был благодарен за это Богу. Когда мы поверили в Бога, Господь через вас, когда вы верите в Бога, Бог хочет, чтобы мы верили в Него, что в любой ситуации Он будет действовать. Когда у нас есть вера, тогда мы сможем совершать то, что за пределами нашей силы. Бедные будут небедными. Но, наоборот, если люди находятся в страхе, люди боялись войти в ханатскую землю, а из-за страха они оставили Слово Господа Бога и смешались с местными людьми и потом испытывают разные сложности и будут истреблены. В книге Судей все повторяется и повторяется. Впадают в грех. Бог делает, чтобы израильтяне служили другим государствам. Потом они каются и приходят к Богу. Потом появляется судья, побеждает врагов и дает свободу. Потом израильтяне благодарят. потом снова начинают служить Ваалу. И они начинают идти по этому кольцу. Знаете, у меня не было никаких способностей. Но одно. Поскольку я немощный, я не был уверен, что смогу хорошо жить. Поэтому я решил уповать на Бога. Богу было радостно использовать меня. Я ничтожный человек. Но когда Бог действовал, я стал популярным человеком в мире. Многие хотят взять интервью у меня. Многие хотят и просят, чтобы я дал им интервью. Просят, чтобы я читал майн-лекцию. Я думаю, в будущем будут продаваться многие книги по майн-образованию. Когда я думаю о Боге, я благодарен Ему. Господь во всех делах помогает мне. Нужно держаться за Богом, который находится за пределами нашей силы. Когда мы верим в Бога, я желаю, чтобы у вас было одно сердце с Богом. Когда у нас будет одно сердце, вы будете едиными с Богом. Тогда, хотя вы бедны, все, что в хранище у Бога, будет вашим. Хотя вы слабые. Вся сила Божия будет вашей. И во всех ваших делах Бог будет вести действовать. Вы представляете, какой благословенная жизнь будет у вас? за что я благодарен Богу. Когда у меня были проблемы с желудком или сердцем, я чуть не погиб. Но это дело стало не моим делом, а делом Божиим. Когда Йоанна ужалил скорпион, и он умирал, это было дело Бога. Я видел, как Бог спасает его. Любимые братья и сестры, Господь хочет действовать так же у каждого из вас. Бог хочет стать вашим Богом. Ваше будущее, ваша старость. Когда вы будете к ним готовиться, и когда Бог будет готовиться, это невозможно сравнить. Верить в то, что Бог будет помогать мне. Не смотрите на себя. Верьте в Бога. Тогда Бог будет обязательно действовать. Скажите, у кого нет веры в хананской церкви? У кого нет веры? Не говорите, что у вас нет веры. Просто поверьте в слово. Господь Бог сказал пойти в хананскую землю и все захватить. Бог уже впереди них воюет и побеждает. Когда появились филистимляне, Саул находился в страхе. Он находился в страхе. Но Янафан с сооруженосом пошел и всех победил. Нет ничего безопасного, чем вера в Бога. Даже в мире нет ничего безопасного. Только один Бог безопасный. До сих пор мы следовали за своими мыслями. Теперь откройте Библию и проверяйте. Если это слово «Бога», стоит верить. Нужно верить. И верой в Бога сделайте шаг. Тогда Бог удивительным образом будет действовать. за что я очень благодарен Ему. Я думал, что всю жизнь меня будет называть еретиком, и я закончу так свою жизнь. Я, когда уповал на Бога, Бог открыл путь в весь мир. Аллилуйя! Я славлю Господа. То, что я не мог представить, Бог позволил мне. Телевитерин Хеджи Бразил, они сняли документальный фильм обо мне, и потом позвонили мне. Сказали, что хотели показать один час. Но руководитель отдела сказал мне, он определяет программу. Он не хотел, знаете, сделать фильм вызывающим. Он хотел теплом согреть сердца людей. Но ничего теплее этого фильма нет. Он составляет программу, но доложил директору. Директор, я хотел сделать фильм 50 минут, но содержание настолько хорошее, что жалко. Поэтому я могу сделать фильм на 5 часов, по 45 минут, чтобы было 5 серий. С 28 декабря 5 дней будут показывать этот фильм. И директор дал добро. И об этом сообщили мне. И спросили, вам ничего? Как вы думаете, что я сказал? Ой, плохо! Я не говорил так. Я сказал, конечно, хорошо. Я сказал, вам большое спасибо. И я был благодарен также режиссеру, который все снимал. Я не просил, но он привез весь аппарат, экран. И режиссер полностью снимал все. И пастор Хуспах стал звездой. Я, конечно, не видел еще пленку. Я видел несколько фотографий. Мы должны жить ради Евангелия Божьего. Дорогие братья и сестры, вы не можете полноценно защитить тебя. Мы должны научиться вере в Бога. Давайте обновимся с сегодняшнего дня. Мы с большой скоростью можем войти в этот мир вплоть. Пока мы будем жить вплоть, мы не заметим, как наша жизнь пройдет. Давайте будем жить верою. Не будем верить в свои мысли. Если слово Бога говорит, ой, получится ли это? Бог не обманывает. Если Бог говорит, что брат твой будет жить, значит, будет жить. Вот в такую сторону перенесите ваше сердце. Каждый человек. Я желаю, чтобы вы свидетельствовали, Бог действовал у меня так. Как сегодня говорил брат Ким, так же и вы свидетельствуете о спасении вашего отца. Бог действовал в моей жизни так. Даже у такого, как я, Бог действует. Поскольку у жены сына пророческого не было веры, она жила по-своему, по-человечески, но когда ее муж умер, она продолжила жить по-своему, тогда ее сыновей хотели забрать в рабство. И тогда она идет к пророку. Надо было сразу пойти, тогда она бы не потеряла бы мужа. То же самое. Когда мы живем верою, Бог благословляет. Бог хочет вести вас к вере. Разрушает всю нашу человеческую веру, чтобы мы верили только в Бога. Прежде чем все потеряйте, веруйте в Бога. Тогда вы испытаете удивительное в вашей жизни. Многие люди получили спасение, пастор. Знаете, я поверил и выздоровел. У меня было много долгов, но Бог решил эту ситуацию таким образом. У меня были плохие отношения, но Бог разрешил эту ситуацию. Во всех делах веруйте в Бога. И получайте благословение от Бога. Я желаю, чтобы Бог использовал вас, и чтобы мы попали в Царство Небесное. Глупые иудеи, которые пытались сочтить себя сами, они оказались в рабстве, жили жалкой жизнью, они были в плену, их убивали. Вот что с ними происходило. Если бы они шли бы верою, представляете, как было прекрасно. Давайте и мы будем жить верою. Будем получать благословение от Бога. Пускай наши родственники получат спасение. И я желаю, чтобы вы получили свидетельство. Я желаю, чтобы вы говорили слова верой. Может, непривычно, однако, может, вы хотите остановиться, но я хочу задать вам вопрос. Будете ли вы жить верою? Давайте будем делать шаг вперед. Хотя мы не привыкли, но Бог будет держать нас. Если Бог будет делать нас людьми верой, мы будем лучшими в мире. Даже если мы не красивы внешне, ничего страшного. Даже если мы не образование, ничего страшного. Если я низкий, ничего страшного. Главное, чтобы вы выше одного метра. Если Бог будет действовать, вы будете людьми Божьими. Не нужно портить вашу жизнь. Пускай Бог использует вашу жизнь. Пускай Бог действует. Служите Богу. И с радостью будем жить ради Евангелия. Я желаю, чтобы вы предстали перед Богом. И тогда и ваши дети, и ваша старость, и ваша проблема за все возьмется Бог. Тогда ничего счастливого этого не будет. Я спрошу вас. Скажите, пастор Успак, в ваших глазах несчастный или счастливый? Что-что? Несчастный? Давайте и вы будете жить, как я. Я буду ввести вас. Буду поддерживать вас. Давайте будем радовать Бога. Я желаю, чтобы вся наша церковь получила благословение. Вчера позвонили из администрации нашего района. Сказали, что можно через стул садиться. И сейчас у нас ровно половина зала заполнена. Я благодарен Богу. Давайте преодолеем коронавирус. И будем славить Бога. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok